Каждую среду в студии телеканала Самарагис мы говорим об актуальных задачах и перспективах развития Самары с руководителями городских департаментов, служб и муниципальных предприятий. Вы смотрите программу «Самарская среда». Меня зовут Ян Налимов. Здравствуйте. Какие зимние спортивные мероприятия будут проводиться в Самаре в сезоне 2022-2023 года? Где и сколько залито катков и какие мероприятия будут проводиться на этих ледовых площадках? Какие еще проекты массовых занятий физкультурой будет реализовывать департамент спорта в зимний период? В нашей студии Сергей Четверяков, заместитель руководителя департамента физической культуры и спорта администрации городского круга Самара и Антон Сирота, директор ОНО «Центр организации и проведения спортивных мероприятий Волгомэн». Сергей Валентинович, Антон Валерьевич, добрый вечер. Рад вас видеть в студии. Здравствуйте. Мы незаметно подошли к новогодним каникулам, к рождественским каникулам. Наш ждет достаточно долгий вот такой период отдыха. И я считаю, что вот в это время нужно заниматься физической культурой и спортом, нужно активно отдыхать. Вот давайте поговорим о том, какие спортивные мероприятия будут проводиться в Самаре в это время. В это время мы основное место проведения досуга, такого физкультурно-активного, выбрали площадь Куйбышева. И традиционно будет работать площадка «Зимние забавы», мы ее назвали. Там будет место для поиграть в городки, в керлинг. И также детские различные игры. Снежковый тир будет установлен, площадка «Лазертага». Ну а для любителей катания на коньках, конечно, мы, как и в предыдущие годы, осуществляем заливку катков на территории города. Основные катки, конечно, расположены в местах общего пользования. Это парки, скверы, территории набережной. Мы хоть позднее поговорим. Вот вы сказали, на площади Куйбышева. Вот если вернуться к площади Куйбышева, а вот почему именно вот те спортивные развлечения выбрали? Вот вы сказали, например, городки. Вот я не помню, в прошлом году были городки или нет? Да, тоже городки были, но так как у нас увеселительные мероприятия сейчас не проводятся, Мы основной упор сделали на то, чтобы люди могли активно отдыхать. Это и в парках проводятся различные мероприятия, которые направлены на досуговую часть для населения. А на площади Куйбышева это точка сбора. И самое массовое скопление людей, конечно, в новогодние дни это там. Поэтому будет работать два катка, будет горка работать. Ну и вот эта вот физкультурная зона, где городки, где впервые мы делаем площадку для занятий керлингом. Вот мы ее попробуем, да, как она. Не знаю пока с погодой, как нам повезет. Пока вот не можем ее залить, но я думаю, что до Нового года все получится. С федерацией керлинга мы уже договорились, там будут работать инструкторы, которые будут показывать, как играть в эту игру, какие попробовать камни. Камни очень, оказывается, нелегкие такие, тяжелые. На первый взгляд, игра такая простая, но требует значительных и физических усилий, и, ну, такой затратный энергетический вид спорта. Вот в других, если местах, вот кроме площади Куйбышева, где еще какие спортивные, скажем так, вот зоны будут находиться? Потому что, например, в парке Гагарин у нас вообще целый, на самом деле, есть стадион, такое место притяжения. Я просто очень люблю именно этот стадион. Ну, центром лыжного спорта у нас является лыжная база «Чайка», которая находится в поселке Управленческий. Там после реконструкции лыжероллерная трасса построена. Вот ждем, когда она откроется. И это основное место, где можно покататься на качественно подготовленных лыжных трассах и провести свой досуг активно и с определенной зоной комфортности. А также есть лыжные трассы и вот в парке 60-летия советской власти. Там мы тоже готовим лыжные трассы. Любительские лыжные трассы у нас есть и на территории вдоль набережной, в парках Гагарина, в парке Молодежный. Тоже любителями прокладываются лыжные трассы, где можно, ну, так скажем, не подышать свежим воздухом и прогуляться на улице. И провести спортивный день. Да, провести спортивный день. И это ведь еще чем важно. Вот всегда идеально, когда лыжная трасса есть где-то недалеко от твоего дома, когда ты можешь туда дойти пешком. Вот это, на мой взгляд, идеально. То есть, допустим, если ты живешь где-то там недалеко от набережной, ты можешь прийти на набережную. Если ты живешь недалеко от парка Молодежный, взял лыжи, пришел в парк Молодежный или там в парк Гагарина. Вот это, наверное, идеальный вариант. У нас предстоит такое, на мой взгляд, важное событие, как лыжный марафон Соколи и горы. Я предлагаю сейчас посмотреть сюжет на эту тему. Это сюжет о том, как марафон проходил в прошлом году. А затем давайте обсудим его, потому что, на мой взгляд, мероприятие такое совершенно замечательное, на самом деле даже международное. Прекрасная погода, свежий воздух и живописные виды Самарской луки. Областные лыжные гонки Соколи и горы давно в топе лучших марафонов. Они входят в серию «Раш и лопят». Каждый год в Самару приезжают лыжники из самых разных уголков России и не только. Полюбоваться пейзажами и побороться за титул чемпиона Кай Увеленонг и Карстенхан приехали в Самару аж из Саксонии. Рассказывают, первая ночная гонка настолько понравилась, что решили остаться до окончания марафона. Мы впервые в Самаре. Приехали сюда чуть заранее, чтобы познакомиться с местностью. У вас невероятно красивые горы Жигули, приветливые люди и очень хорошо организован марафон. Мы участвовали в ночной гонке. Рады, что снова приехали в Россию. А вот Максим Черезов приехал в Самару из Ярославля. Признается, занимается лыжным спортом уже давно, но на Соколях горах впервые. Трассу уже оценил. Отличные условия для того, чтобы заявиться на самую длинную дистанцию. 50 километров. Для подготовленного спортсмена, который постоянно тренируется, в принципе проблем-то нет в такой дистанции. В том году я преодолел 12 марафонов за сезон. Хочется побороться за призы здесь. В Самаре побывать захотелось первый раз. Ну, узнал на сайте Раша Лопе. Давненько собирался уже. Вот в этом году получилось приехать. За все дни марафона Соколи-горы преодолело трассу почти 800 спортсменов, более чем из 120 населенных пунктов России, Казахстана и Германии. Соревнования прошли при организации Министерства спорта и Городского департамента физической культуры. Игорь Рикадзе всю жизнь выбирает спорт. Раньше было плавание и бег. А три года назад друзья пригласили покататься на лыжах. С тех пор этот зимний вид спорта стал одним из любимых. Игорь начал участвовать в соревнованиях. На этот раз в ночной гонке лыжного марафона Соколи-горы. Немножко экстремально, конечно. Бежишь, в гору как бы залезть, а с горы как бы не упасть. И все время вот этот адреналин, он присутствует. И такая атмосферная гоночка получается. Марафон Соколи-горы проходит в Самаре в восьмой раз. В этом году собрал порядка 800 участников со всей России, а также гостей из других стран. Для профессиональных спортсменов и любителей подготовили трассы от трех до пятидесяти километров. Есть и самая легкая трасса для новичков на два с половиной километра. Соревнования будут проходить несколько дней. Марафон открыла ночная гонка. Самый эффектный этап. Как вам трасса? Шикарно. Победители выбирают по каждой из дистанций. Однако главный приз здесь не медаль, говорят лыжники, а собственное здоровье, которое сегодня ценят особенно высоко. Ну, что я хочу сказать. Ну, вот красота. Вот просто смотришь, и душа радуется. Вот давайте поговорим о марафоне, который нам предстоит. Где, когда, что, для кого? Антон, может... Ну, 28 января, соответственно, мы ожидаем, я думаю, что уже более, наверное, 150 городов России. 150? Да. Но сейчас уже, вот мы сейчас видим, что практически 50 из 50 городов России участники заявились. Хотя регистрация открылась не так давно. Уже есть участники из Казахстана. То есть, соответственно, соседнее наше государство. И я думаю, что этот марафон пройдет в этом году достаточно мощно, потому что в данном случае мы сейчас совместно вместе с Федерацией лыжных гонок и с Департаментом спорта городского округа Самара подготавливаем определенную программу, которая, я уверен, что понравится. Плюс трасса. Будет новая трасса, которую, я уверен, что оценят наши любители и профессионалы. А новая в чем? Потому что вы сказали, раз новая, значит, вот старая была какая-то одна, теперь новая какая-то другая. Дело в том, что сейчас, ну, если вы знаете, да, что идет реконструкция лыжной базы «Чайка». То есть, там в ближайшее время появится лыжероллерная трасса, она уже есть. И в связи с этим в прошлом году трасса была сокращена. То есть, мы ездили по небольшим кругам, нам приходилось стартовать и с нижней поляны, и с верхней поляны, разносить соревнования. В этом году старт будет с верхней поляны, и, соответственно, один круг будет 17 километров, как и в былые годы. И таким образом, три круга, это вот как раз 50-51 километр, которые преодолеют участники. Ну, и там будут очень интересные и подъемы, и спуски. Ну, по такой трассе мы еще не бегали. Поэтому достаточно интересно будет для тех, кто уже не первый раз участвует на наших соревнованиях. Будет также бесплатная гонка, которая, бесплатная, скажем так, такая маленькая, небольшая, трехкилометровый участок, который мы уже несколько лет презентуем для всех желающих, кто хочет подключиться к этому виду соревнований. То есть, любой человек, вот просто приходи, на самых простых лыжах. Вот, да, самые простые лыжи, с самыми простыми палками. Хоть с валенками. Единственное, что нужно, это справка о том, что вы допущены к соревнованиям по лыжным гонкам. Ну, и все, и ваше желание. Желание и, естественно, настроение, чтобы прокатиться, почувствовать эту атмосферу вот этих замечательных соревнований. Ну, а далее уже, как мы видим, что люди, приходя на эту маленькую дистанцию, потом начинают переходить чуть больше, больше, больше. И в какой-то момент некоторых участников мы видим и даже на марафоне. Ну, это затягивает, это, естественно, такой процесс, который в него втягивается. Ночная гонка будет? В этом году мы ограничились только одной гонкой в связи с тем, что, как я уже сказал, есть определенные обстоятельства по реконструкции трассы. И в этом году проводиться будет только свободный стиль. 28 января. Но в следующем году, я думаю, что мы вернемся опять к проведению всех трех дней соревнований. Это будет и ночная гонка, и классический стиль. А в этом году свободный стиль дистанции от трех до 50 километров. Также есть 11, 17 и 34 километра. Ну, то есть, в принципе, на любой вкус, что называется. Если сил немного, выходи на трояк, как говорится. Если здоровье вагон, вот тебе 50 километров, покажи, какой ты крутой парень. Более того, я могу сказать, что сейчас, практически спустя неделю после начала регистрации, основная масса регистрирующихся на 50 километров. Поэтому, я думаю, что лимит, который мы себе установили, мы его выберем досрочно. То есть, торопитесь, пока есть, что называется, возможность. А до какого числа можно регистрироваться? До 23 января включительно, до понедельника, то есть, понедельник 23 января. Далее мы подготавливаем списки, и, соответственно, 26-27 будет выдача спортивных, выдача слотов с майками, с номерами на лыжной базе «Чайка». Ну, соответственно, проверка справок и так далее. То есть, все будет происходить вот именно за два дня до проведения мероприятия. Поэтому до 23 января нужно зарегистрироваться. — Призы. Вот у нас здесь на столе как раз стоит совершенно замечательный символ этого марафона, медаль. Расскажите, кто, что, за что будет получать какие призы? Потому что, ну, все-таки хочется как бы человеку, когда он достойно себя показал, что-то получить. — Да, ну, в прошлом году вот мы презентовали такого замечательного соколенка, который вручался нашим победителям в Абсолюте. В этом году у нас будут и денежные призы, и, соответственно, ну, скажем так, марафон «Соколи Горы» — это один из немногих стартов по циклическим видам спорта, где каждый год, независимо от того, какая ситуация у нас проходит, соответственно, мы вручаем денежные призы. Поэтому, скорее всего, эта история будет в этом году. — То есть, первое, второе, третье место — это денежные призы? — Да, соответственно, да. У нас просто в положении все прописано, какие категории, когда и как получают. Все финишеры получают вот такие замечательные медали. Но это медали прошлого года. Текущие медали мы пока храним в секрете, но они будут не менее замечательными. И каждый финиширующий на дистанциях от 11 до 50 километров, соответственно, получит возможность одеть на шею себе вот эту замечательную медаль и повесить ее в свою коллекцию статусов. — Медали, да. — Да. — Также будут призы от наших партнеров, которые ежегодно нас поддерживают и помогают в проведении данного мероприятия. — То есть, по сути, по факту, каждый человек может себе... То есть, главное — быть финишером. То есть, главное — дойти до финиша. И это уже символ того, что ты... — Преодолел себя. — Преодолел себя. — Да. Да. И более того, соответственно, я могу сказать, что вот я посмотрел сейчас стартовые списки. То есть, у нас есть и молодые участники, там, и 11, и 12 лет, соответственно, люди, которые прям, ну, фактически... Вот у меня, моему сыну 12 лет. Вот. И, к сожалению, он не будет в это время в Самаре, но от мало до велика будут участвовать в данных соревнованиях и, соответственно, завоевывать свои награды. И, как вот сказал один из участников мероприятия прошлого года, улучшать свое здоровье. — Конечно. — Ведь чем больше на свежем воздухе, тем более на лыжах... — Ну, лыжи — это великолепный вид спорта для того, чтобы укреплять свое здоровье. Кстати, вот состав участников, насколько там, ну, будет представительность с точки зрения, ну, спортивных регалий? То есть, там будут какие-то такие великие чемпионы? То есть, вот, чтобы в тройку-то попасть, нужно же понимать, с кем конкурировать будешь. — Ну, мы узнаем, конечно, это в самые, скажем так, последние дни. — Ну, по опыту. — Да. Ну, по опыту у нас очень серьезные команды приезжают из Перми, из Ижевска. То есть, вот, соответственно, даже из Красноярска у нас были ребята. Ну, то есть, те регионы, где как раз лыжный спорт представлен очень серьезно, и откуда наши именитые чемпионы. Поэтому уверен, что в этом году, ну, если как бы брать вот предыдущие года, и 20-е, и 21-е, у нас были пандемийные годы, было сложно, соответственно, как-то с перемещением. 22-й год мы восстановились, но в 23-м году ожидаем, что состав участников будет достойный. — Ну, то есть, по большому счету, вот, чтобы войти в тройку, я так понимаю, вот на Соколях горах, это нужно примерно на уровне мастера спорта быть, я так понимаю? — Ну, вот, знаете, тут сложно судить. Вот, допустим, если, давайте возьмем пример, бостонский марафон. — Так. — Прошлого года, по-моему, да. Его выиграл обычный учитель сельский из Японии. Обычный учитель. — Результат, вот если так вот взять, допустим, вот, ну, наш российский, это, он примерно по мастеру спорта российский? — Он пробежал по мастеру спорта международного класса, да. — Ух ты! — Да, ну, да, он выиграл его, да. — Сельский учитель. — Да, ну, опять же, да, то есть, понимаете, когда мы смотрели его историю, он после школы, вернее, до школы бегал, после школы бегал, и он обогнал всех кенийцев. И самый главный момент, почему кенийцы не смогли бежать, было очень холодно. — А ему было хорошо. — А ему было, видимо, хорошо, да. — Да, и вот поэтому, и очень много примеров, когда любители соревнуются наравне с профессионалами. Поэтому здесь понятно, что у профессионалов школа, подготовка, но сколько примеров в истории? — Нет, это однозначно. Здесь как бы вот, ну, вышел на трассу, и трасса покажет. — Если ты заявился на 50 километров, то, значит... — Ну, я считаю, что победные медали, вот эти тройка призеров, это не основная мотивация всех участников, в том числе и марафон. Марафон, вернее, в частности, потому что преодолеть марафон, это действительно очень большое преодоление себя. И та медаль, которая, вот, например, у нас на легкоатлетическом марафоне, вот она у вас тоже на столе лежит. — Да, вот она. — Да, да, это тот, кто пробежал марафон, это действительно человек-герой, человек, который совершил подвиг. — Себя преодолел. — Да, это дано не каждому абсолютно. Поэтому, когда вот такая вот почти килограммовая медаль вешаешь себе на шею, ты гордишься собой, ты просто понимаешь, какой ты крутой. — На самом деле всего один процент населения Земли людей, которые пробежали за свою жизнь марафон. То есть вы входите... То есть это фактически, как правильно сказал Сергей, это... Знаете, когда... Есть такая фраза еще очень интересная. Очень сложно готовиться к марафону, и ты думаешь, что ты не сможешь, но когда ты пробежал, ты всю жизнь потом будешь гордиться, что ты смог. — Да. — Поэтому вот эти вот мысли... — Поэтому 50 километров в лыжном спорте и тройка призеров, да, это всего лишь три человека. Хотя там у нас цветочная церемония, там шесть человек. — Женщина, мужчина. — Да, шесть мужчин, шесть у женщин. Основное, вот я говорю, мне кажется... — Преодолеть себя. — Преодолеть себя, быть в этой атмосфере, атмосфера, которая насыграет. В соревнованиях, где такие твои единомышленники, такие же люди, которые любят этот вид спорта, любят вообще здоровый образ жизни, это тоже очень является большой мотивацией, чтобы принять участие в соревнованиях. И тому примеры вообще все наши вот такие вот события, которые в течение года проходят. Это и беговые события, у нас пять стартов, где каждый старт по две тысячи, а самарский марафон... — Практически об четыре тысячи. — Практически четыре тысячи, да. — Это человек, это люди, которые платят свои деньги для того, чтобы вот находиться там, принять участие в этом празднике спорта. Ну и да, на каждом из этих стартов есть бесплатный старт для того, чтобы люди могли почувствовать это... — Начать, влететь в атмосферу. — Да, начать. — Стартовать. — Да, но еще один немаловажный момент, чтобы выйти на пятьдесят километров, к этому надо готовиться. — Конечно. — И вот люди, которые решили это, то есть они заранее, скорее всего, с прошлого года, они начинают полномерно тренироваться. — Я думаю, что тут за как-то даже не подготовишься, я думаю, тут несколько лет надо потратить. — Вот, да, поэтому, представляете, у человека меня есть образ жизни, он начинает меньше болеть, меньше тратить деньги на лекарства. Или, как знаете, тоже есть такая фраза... — На вредные привычки не тратить. — Конечно, да. Лучше бегать, пока здоров, иначе придется побегать, когда заболеешь. — По больницам, когда ты будешь болеть. — Поэтому вот мы в плане... — Золотые слова. Вот если как раз об этом говорить, вот в целом, какие еще спортивные мероприятия будут проходить в Самаре зимой, вот в сезоне 2022-2023 года? — Ну, спортивные мероприятия, они проводятся круглый год, вот не только зимой, и летом, и весной, и осенью. Проводятся они у департамента физической культуры спорта города в соответствии с календарным планом. — Кроме спортивных мероприятий, а это у нас зимой, кроме лыжных гонок, фигурного катания, хоккея, проводятся и соревнования по дзюдо, по боксу, спортивные аэробики. — Прыжки на батуте у нас зимой. Это официальные спортивные соревнования. Если брать общегородские массовые старты, то стоит отметить, конечно, золотую шайбу, которая в январе сразу после зимних каникул начинается. Это и зимний фестиваль ГТО, и спартакиада детских дворовых команд. Ну и главный старт, который мы зимой для себя отметили, это лыжный марафон Соколи-горы, 28 января. Да, он самый массовый, мы ждем очень много гостей. Гостей не только со всей нашей страны, но и из ближнего зарубежья. Поэтому мы гордимся очень этим стартом, потому что он входит в серию «Раша Лопет». «Раша Лопет» — это серия лучших марафонов России. Поэтому он один из первых открывает серию «Раша Лопет». И мы ждем достаточно, ну, я не знаю, сможем ли мы выйти на пиковую такую мощность, но после пандемийный год, когда тяжело было достаточно выезжать на соревнования, он позади. 22-й год показал, что мы выполнили практически весь календарный план, состоялись все наши планируемые такие большие забеги, все наши физкультурно-спортивные акции, которые мы на пляже организовывали, в парках, совместно с фитнес-центрами. Мы все успешно реализовали. Поэтому надеемся, что в 2023 году темпы снижаться не будут. И таким забойщиком этих всех мероприятий будет «Соколь и горы». Мы приглашаем всех. Регистрируйтесь, принимайте участие, не пожалеете. Приходите с детьми, соответственно, дети с родителями. Но самое главное, что «Соколь и горы», еще добавлю, он начинает как бы серию стартов «Соколь и горы», которые будут проходить в этом 2023 году. Да, у нас «Соколь и горы» начинались с лыжного марафона, но сейчас это не только лыжные старты, это своеобразная серия. Она состоит сейчас из трех видов. По тем же трассам летом будут проведены соревнования по маутинбайку. Это велокросс, кросс-кантри, да. Веломарафон, кросс-кантри, веломарафон, «Соколь и горы». Или легкоатлетический кросс. Это по тем же трассам, что и зимой. Лыжники можно будет преодолеть бегом и на велосипеде. У нас уникальная коллекция медалей. Она такая скомпонована... Из трех медалей в одну. Из трех медалей в одну такую серию. То есть можно, в принципе, собрать коллекцию из трех медалей по разным направлениям. Да, забегая вперед, вообще в этот год, 23-й год, мы запланировали и основную шоссейную серию тоже сделать определенной коллекционной, чтобы участникам было интересно собирать вот этот вот пазл. И в итоге получилась такая красивая картинка с нашими великолепными достопримечательницами, которые изображены на наших медалях. Это про беговые события. Да, про беговые, да. «Соколь и горы» отдельная история, и, соответственно, беговые события тоже отдельно. Тоже как пазл собирается в одно единое целое. Ну, и я бы вот еще отметил, вы вот сказали, что начинается как раз уже сезон и других видов спорта. То есть начинаются хоккейные турниры, как раз золотая шайба. Заливаются катки. Вот я сейчас предлагаю сделать паузу. Давайте посмотрим сюжет. Как раз сюжет касается катков, которые у нас начинают работать, и куда тоже нужно обязательно, я считаю, приходить. Одно из любимых зимних развлечений для детей и взрослых – катание на коньках. Во всех городских парках с приходом зимы открываются бесплатные ледовые площадки. Каток в парке имени Юрия Гагарина считается самым большим по площади. Ледовое покрытие занимает 8 тысяч квадратных метров. Он представляет собой закольцованную аллею. А каток в парке «Дружба», по словам самарцев, один из самых красивых. Каждый год его украшают цветовой иллюминацией в виде шатра. На катке в парке «Победа» в самом центре расположен новогодний елочный комплекс. А сегодня открылся один из самых популярных катков Самары – в парке «Пятидесятилетие октября». Каток состоит из двух частей. Во-первых, это хоккейная площадка. Во-вторых, это залитые аллеи. Работы велись далеко не один день. В течение двух недель велась заливка. Как только наступили хорошие морозы и погода стала позволять делать хороший лед, У нас готов лед, у нас запущен пункт проката коньков. С заточкой у нас работает теплая раздевалка. Проверить качество льда желающие могут уже сегодня. К их услугам как закрытая хоккейная площадка, так и прогулочная аллея. Любители активного отдыха в прокате ждут 120 пар коньков разных размеров – для детей и взрослых. «В этом году прямо вообще лед очень прекрасный. Так что все для детишек сделано. Сами тоже катаемся периодически, раз в неделю. Раздевалка, да, туалетная раздевалка, вот там напротив, прекрасно. Пришел, переоделся, тепло, уютно. Вышел на каток, покатался, замерз, пошел, погрелся. Ну, все прекрасно». Сергей Леонидович, вот в этом году, я так понимаю, во всех парках катки уже практически готовы, да? Да, заливка, ну, подготовка уже началась. Вот, она началась уже заблаговременно. К сожалению, погодные условия, вот снега нет. Поэтому не так все просто. Но все службы работают, и мы надеемся, что вот после Нового года уже заработают на полную мощность. Мы постоянно работаем над тем, как улучшить и расчистку снега, и создать более комфортные условия пребывания на катке, и прокат, чтобы работал. Поэтому огромное, вот, хочется сказать спасибо и паркам Самары за их вот такое вот, такое неравнодушное отношение. И они это с каждым годом стараются все улучшить. И на площади Куйбышева, и на набережной. Это самые доступные, самые массовые зоны, где можно провести время на коньках. До скольки открыты обычно катки? Я так понимаю, что... До такого понимания? То есть вообще просто можешь любое время практически прийти и кататься? Ну, наверное, да. По сути, да. Вот, и вопрос, который, ну, не могу не задать. Начинается уже Новый год. Календарный план на 23-й год готов? Вот он что предусматривает еще? Календарный план готов. Он предусматривает более 200, даже, наверное, к 300 спортивным соревнованиям по видам спорта. По 60 видам спорта у нас проводятся официальные соревнования, чемпионаты и первенства города. И более 60 общегородских мероприятий. Это вот сюда входят и наши соколи и горы, и различные забеги, спартакиады, фестивали, физкультурно-спортивные акции, которые мы проводим на набережной и на пляжной территории, и в парках. В этом году она очень получилась востребованной. Мы очень довольны, как раскрутилось вот это движение. Оно так и называется, Самара в движении. На пляжных территориях мы проводим бесплатные уроки совместно с фитнес-центрами города. Мы проводим бесплатные и спортивными федерациями. Мы проводим бесплатные тренировки по различным активностям. Самое популярное – это зумба, конечно. Конечно, но это нужно видеть просто. Нужно видеть и нужно заниматься. К сожалению, время программы подошло к концу. Большое спасибо за интересную беседу. И я надеюсь, что все ваши планы будут реализованы, потому что спортом действительно нужно заниматься. В наше время это то, что помогает жить интересно и долго. Спасибо. Спасибо. Напоминаю, в нашей студии были Сергей Четверяков, заместитель руководителя Департамента физической культуры и спорта администрации городского округа Самара и Антон Сирота, директор АНО «Центр организации и проведения спортивных мероприятий «Волгомэн». Занимайтесь спортом и берегите себя. Всего вам самого доброго. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!